Чем ближе к покупателю производится молоко, тем лучше его качество. Это подтверждают два предприятия в Алматинской области, на которых побывал сегодня министр сельского хозяйства страны Солжан Мамутбеков. Молочно-товарная ферма «Медиакоммерс» и молочно-перерабатывающий завод «Данон Беркут» – пример современного производства полезных натуральных продуктов. Эти коровы родом из Канады. Каждая из них способна дать от 8 до 10 тысяч литров молока в год. Влияют на успех предприятия и прогрессивные технологии. Причем внедрены они на всех этапах. От выращивания корма для скота до выпуска готовой продукции. Этот завод в ближайшее время даст казахстанцам здоровое свежее молоко, сметану, творог и йогурты. Завод рассчитан на 10 тонн в сутки. Плюс наши продукции в том, что она экологически чистая будет. Это 100% натуральная будет, то есть без всяких сухих добавок. Государство поддерживает таких производителей, потому что им приходится сегодня держать удар. Зачастую импортные продукты дешевле. Однако покупатели, соблазнившись ценой, не задумываются о качестве. Например, если себестоимость сливочного масла около 1000 тенге, мы на прилавках видим под видом сливочного масла продукты, которые продаются по 500 тенге. Но как он может уложиться в это? Просто это нереально. Это означает, что там половина растительные всякие присадки. Это, во-первых, вредно для здоровья. Во-вторых, это обман покупателей. И в-третьих, это, конечно, ущерб наших товаропроизводителей. Казахстан производит более 5 миллионов литров молока в год. Однако перерабатывается меньше половины. Большая часть коров содержится в крестьянских подворьях. И собрать молоко заводом непросто. Легче купить сухое, импортное. Эту проблему решит новая госпрограмма. За пять лет по стране будет создано больше 200 молокоприемных пунктов. Для этого выделено порядка 700 миллионов тенге. И тогда в переработку попадет натуральное молоко даже с самых отдаленных ферм. Татьяна Напольская, Нурдаулет Жексыбаев, Алматинская область.